Вот только тни она вон, вон так, везде колышки. Загрязнённым оказалось всё крыло четвёртого этажа студенческого общежития на улице 9 мая. Здесь уже несколько месяцев ведут строительные работы, поэтому жильцов, к счастью, нет. Содержание паров в ртути в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию в 100 раз. Выявлено, что ртути вылилось, достаточное количество было пролито, там по предварительным прогнозам порядка 2 килограмм. В настоящее время проводится исследование Роспотребнадзором по определению площади заражения и возможности проживания людей вот в этом общежитии. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха. Работы много, необходимо проверить всё общежитие. На одну точку газоанализатору требуется около пяти минут. Притягивает воздух и потом рассчитывает концентрацию, мы уже жильеем. Записываем журнал. Когда Роспотребнадзор определит точную площадь загрязнения, начнёт работать демеркуризационная служба. Сколько времени уйдёт на сбор ртути, специалисты точно сказать, пока не могут. По опыту где-то 10 дней-2 недели, ну а там дальше как пойдёт, вот эта вещь очень непредсказуемая. То есть может быть растянется на месяц. Пока рано, говорите. Ртуть, что называется, не успели растащить. Предварительные замеры показали, что ниже и выше заражённого этажа нет превышения предельно допустимых концентраций содержания этого опасного металла. По неофициальной информации, между подрядчиком строительных работ и их заказчиком возник ранее некий конфликт. Но уже в нюансах произошедшего здесь будут разбираться компетентные органы. Антон Шибанов, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.